привет друзья сегодня вторник вещаем как всегда из солнечной флориды всем солнце и позитива и сейчас посоединится мой друг как всегда по вторникам с джорджем биром не пивом а медведем лукашевским мы делаем эфиры по вторникам отвечаем на ваши вопросы так что готовьте ваши вопросы пишите их суда не стесняйтесь и мы на них обязательно ответим очень много приходит вопросов прокомментировать ситуацию с 1500 отжиманиями и 1200 приседаниями давыдовича друзья уже кто только не делал обзоры на это видео но мы же с вами адекватные люди мы видим как выглядит давыдович какой он форме и нужно понимать на мой взгляд что давыдович это сказал от балды естественно я не исключаю того что он отжимался приседал качал пресс выполнял какие-то любые другие упражнения доступные местах не столь отдаленных но смысл не в том сколько он делал смысл в том что он все-таки это делал естественно просто человек бросил там для красного словца полторы тысячи скорее всего он даже не считал вот скажу вам что будучи тренированным спортсменом уже довольно таки я попытался один раз я об этом рассказывал присесть после не после а присесть вместо бега с утра а было время когда я выступал на соревнованиях я бегал 600 раз за раз просто вот 600 раз спокойно и манере не спеша я сделал это но это была адская работа друзья вы должны понять что после этого вот после 600 приседаний за раз я не мог дотронуться до своей ноги даже до кожи без ощущения боли и где-то недели три мышцы настолько болели что никакой тренировки ног естественно я даже и мечтать не мог при том что я тогда очень много ходил пешком был молодой тренировался не было на мне лишнего жира поэтому выводы делайте сами это как с 15 или 17 сантиметра понимаете о чем я говорю да поэтому не стоит воспринимать так уж серьезно эти цифры которые были озвучены тем более мы не знаем может давидович действительно монстр вот он сейчас насмотрится всех этих обзоров на себя и сделает действительно видео где покажет как он отжался полторы тысячи раз и присел 1200 но повторяю что это в принципе в принципе для человека в той форме который находится давидович не представляется возможным но это не значит что он не приседал не отживался по долгу по многу потому что я так думаю что когда тебя закрывают какой-то комнате ограниченной то ты будешь рад любому занятию чем бы себя отвлечь чем бы убить время читать естественно занимает большую часть времени чтобы убежать сознанием куда-нибудь но все-таки физические упражнения они тоже важны и если кто не знал а когда вы ограничены передвижениях вы понимаете что физическая активность она реально приносит удовлетворение и пользу почему к примеру многие такие сумасшедшие как я начинают тренироваться и никогда этого не бросают мы это делаем не ради противоположного пола мы это делаем не ради кого-то другого вообще в принципе мы это делаем по той простой причине что нам это нравится и я уверен что вы тоже не ищите никакой мотивации а просто ходите тренируетесь и неважно есть у вас цель выступить на соревнованиях или нет употребляете вы запрещенные препараты или нет ну что друзья давайте потихонечку будем смотреть вопросы и отвечать первый вопрос был я вот в ленте там увидел можно ли посещать сауну после тренировки друзья у меня много видео и статей на эту тему не то что нельзя а ни в коем случае не делайте этого если вы тренируетесь серьезно конечно если вы занимаетесь легкой физической нагрузкой то можно это делать но если вы даете серьезные нагрузки с прогрессией постоянной то после тренировки вы не должны делать даже кардио не то что ходить в сауну или в баню не дай бог это тем самым вы убиваете свое сердце лучше всего и я сначала эту информацию уже довольно таки давно что человек тренирующийся серьезно с отягощениями или без не может посещать сауну чаще одного раза в две недели все что выше это будет уже вредным выводы делаете сами и естественно я даю просто вам рекомендацию я не настаиваю друзья на свое мнение то мне на часто пишут что вот и там но почему я так уверен и я если уверен то я уверенно это говорю и придерживаясь своей точки зрения да потому что я в этом уверен и иначе бы зачем мне было говорить что-то в чем я не уверен и в чем я когда-либо поменяю свое мнение надеюсь понятно да хотите быть здоровыми значит тренируетесь умеренно и соответственно разделяете сауну баню от ваших силовых тренировок так обязательно на брусьях разводить локти в стороны с акцентом на грудные друзья смотрите какая ситуация и в жиме лежа и в отжиманиях от брусьев вы должны занимать ту позицию относительно тела вашей руки плечевая кость какая наиболее сильная и удобная для вас позиция смотрите многие говорят что жим лежа убивает их не плечи и жим лежа именно в той манере в которой его рекомендуют и советуют выполнять бодибилдеры почему так происходит не раз уже это вам говорил рассказывал и головинский вот недавно тоже говорил что у нас акромион когда мы плечевую кость поднимаем до прямого угла акромион настолько получается маленький зазор что он давит на над сухожилия на досной мышцы и не забываем что там же еще проходит перекидывается сухожилия длинной головки бицепса вот именно такая манера вызывает боль поэтому друзья будьте очень внимательны и на брусьях и в жиме лежа не отводите локти под прямой угол от корпуса 45 градусов в идеале если вы хотите чтобы больше подключались грудные мышцы если вы делаете акцент больше на трицепс то смело можно прижимать локоть плечевую кость к корпусу в этом нет ничего страшного но если вы не стараетесь сместить акцент в одну или другую сторону то находите то положение которое вам будет наиболее комфортно это залог здоровья ваших плечевых суставов и естественно ваших силовых показателей следующий вопрос егор выявила бурсит плеча можно ли продолжать заниматься и посоветуйте что делать делать ли блокаду не опасно ли это благодарю вас друзья что касается так что то подождите секундочку а вот не могу просто найти смотрите друзья что касается проблем с плечевым суставом я вам настоятельно рекомендую сделать следующее привет а я что то вот ну видать не видел наверное я остановились наверное комментарии извини слушай ты слышал ты слышал у тебя есть какие-нибудь по этому мысли про бурсит плеча да а конкретно я извиняюсь не очень ну я понял проблему бурсит плеча а что именно вопрос в чем ну можно ли продолжать тренироваться делать ли блокаду блин я не могу так ответить потому что мы же не знаем на какой порог именно боли какая боль как она ощущается я скажу что я продолжал тренировки у меня была боль жутко в плече я с резиной на многопоторку обязательно я всегда считаю что где у тебя травма нужно не обездвиживать а наоборот туда грамотно направлять кровь чтобы это лечило я против обездвиживания полного я с тобой целиком и полностью согласен и говорил об этом уже не раз в своих видеороликах снимал у меня очень много есть видео и статей про плечи про плечевые суставы разберитесь сначала мой совет с ротаторной манжетой я уверен что вы никогда ее не тренировали и наверняка даже не знаете что это такое на самом деле вот эти маленькие мышцы вращатели почему так часто и много о них говорят да по той простой причине что на самом деле плечевой сустав если бы не было вот этих мышц вращателей это такие очень маленькие мышцы кость плечевая просто выпадала бы из сустава плечевой сустав самый мобильный и поэтому самый подверженный травмам когда мы с вами работаем на грудные мышцы делаем любые жимы для дельтоидов мы тренируем непосредственно дельты то есть задний средний и передний пучок дельты ротаторы остаются без работы чтобы натренировать это надосная подосная а малая круглая только что извиняю мы боремся с джорджем против мифов вот то что ты сейчас показал никоим образом не затрагивает ротаторы а убивает надосное сухожилие ротаторные мышцы смотрите только вы поднимаете понятно даже если вообще без веса вот смотри если поднимаешь руку вот так плечевая кость да параллельно говорят дельте и делаешь вот эти вращения все забудь о здоровье с сухожилия на то есть когда да плечевая кость по отношению к корпусу 90 градусов нет ничего тупее и опаснее работает правильный крест нельзя и то же самое не работает вот самое главное что понять мы это упражнение которые ты показал делаем для как бы ротатора для разминки а мы на самом деле только хуже вредим себе всего три упражнения на четыре мышцы это вот как ты показал приведение да когда локоть прижат отведение и обычные ну не обычные а с легким весом подъемы через стороны как будто для средней дельты вот три упражнения которые целиком и полностью прокачивают наши ротаторы и нужно очень внимательно вот относиться к этому я тоже не всегда это знал вот то упражнение которое ты показал оно очень и очень опасно ты не завис Джордж? что-то у меня нет а я я просто слушаю ага поэтому лучшая рекомендация которая может быть вообще по проблемам там с суставами или что это самое главное найти хорошего спортивного врача желательно желательно человека который работает с командой понимаете сделать мрт ой да мр а сделать ну найдут они человека который покажет им что-то правильное и которые в тот же момент им покажешь резинки выходят не не человек который резина как раз таки для профилактики да ты же знаешь для лфк она в основном используется я понял я опять топлю за то что ты же знаешь что ты вчера тебе скидывала девочка выложила и выложила ну ты знаешь смотри если подходить к тому что ничего не делать или делать это то лучше конечно делать хотя бы это чем да но тут другая история человек просто понимаешь если он не будет ничего показывать у него не будет клиентов не будет заработать вот и все говорим об этом постоянно я не хочу обломать и заработать еще что-то я просто хочу довести довести людей которые думают что можно вот эти резинки делать во дворе вот так и в зал не хотите нахер и нужен там же полно таких людей и вот эта вот толк килограммовая воденка выходит с этими резинками и думает что они спасут ее понимаешь она не хочет залути и там пахать просто убиваться по штанге понимаешь это же страшно она же железная она же тебя задавит с мужиком а не женщин понимаешь таких полно у нас справедливости конечно ради что нужно здесь заметить что если вы хотите реально увеличить к примеру свои ягодицы да или что-то там гипертрофировать чтобы быть красивым у вас к примеру нет там попы она вообще плоская то никакие резинки вообще ничего вам кроме штанги не поможет но если вы к примеру просто кусок жира с салом то эти резинки лучше чем ничего поверьте давай дальше как тренироваться при протрузиях шейного отдела друзья все что касается грыши протрузии у меня уже есть и статьи и видео читайте изучайте чтобы мы не повторялись по поясничному отделу даже книгу уже выпустил так еще еще спасибо большое за ответы так правильно посещать бассейн вне тренировок во как ты к бассейну относишься не любишь не любишь просто или просто не ходишь я вообще не плаваю не люблю воду а рекомендую то есть я говорю а я очень люблю воду но не люблю плавать я хожу в бассейн просто кайфов а вот поэтому друзья смотрите если вы ходите в бассейн именно плавать тренироваться то этого нельзя делать в тот же день или не дай бог сразу после силовой тренировки вы можете это делать в другой день то есть когда у вас нет силовой тренировки если вы как мы с джорджем просто ходите на водные процедуры то конечно можно это делать и после так забавно мой зал бывший где я раньше работал уволился вот они как раз люди там акцент вообще на бассейне сделан в этом зале да и людям пытаются вот именно на бассейн акцент бассейн бассейн и они когда приходили ко мне на инструктаж я им показываю тренажерный зал и говорю ну как вы планируете построить свой тренировочный процесс ой да мне в принципе зал то не нужен я буду акцент на бассейне делать я там быстрее похудею где россиянам еще получать водные процедуры то я здесь во флориде у меня он куда не плюнь озера бассейны а я понимаю человека человек хочет поплескаться на море многие не попадают вообще джордж ты же знаешь что большинство людей ходят в зал либо потому что это модно либо по каким-то другим причинам людей реально хотящих и тренирующихся очень мало поэтому поэтому надо относиться снисходительно к тем людям которые к сожалению еще пока не приобщились к нашему движению так давай вот следующий вопрос скажите отжимания от брусьев дают такую же пользу как и отжимания от брусьев с дополнительным весом или смысла нет особого прибавлять веса и можно набрать силу и массу без веса друзья но это то же самое как если вы будете всю жизнь жать только там 50 или 100 килограмм в жиме лежа по-моему очевидно что если нет прогресса то нет и результатов естественно пока вы не можете отжаться там собственным весом раз 20-30 то нет никакого смысла наверное до навешивать на себя дополнительное отягощение но когда к примеру я могу сделать 20-30 отжиманий и просто только задохнусь а не столько мышцами до устану то смысл но я рекомендую делать даже когда вы уже выходите на веса все равно чередовать моя любимая программа это когда я делаю на одной тренировке к примеру какие-то жимы потом без веса добиваюсь брусьями а на другой тренировки я наоборот начинаю с брусьев вешаю на себя дополнительное отягощение что там 68 повторений сделать а добиваюсь уже наоборот вот какими-нибудь разводками а ты как к брусьям относишься к брусьям отношусь хорошо но тут очень много как бы оговорок в том плане что я все-таки считаю брусья ну как в принципе любое упражнение голову не подключаешь травмоопасными потому что не каждый вот у меня достаточно гибкие вообще ну устал и все это дело да я могу глубоко там опускаться но не всем людям мне кажется вот значит на скоком то есть вот пришел человек с залпом и сразу вешает блины и пошел на грудь ну это большой риск получить травму мне кажется надо поработать над гибкостью без веса какое-то время действительно по отжиматься а потом уже потихонечку прибавлять я не помню даже восемьдесят килограмм вешал еще в америке когда делал эти брусья но это не мое упражнение вот честно не мое и как жемлёжа не мое отжимания на брусьях ну могу сделать но не кайфую понимаешь не моя тема вообще грудь и у меня хорошо это вот вот эти вещи и ты знаешь я даже читал когда в те времена тоже были люди которые не росла грудь потому что железы ты же знаешь это не для груди упражнения не для роста грудь это силовое такое я в этом говорю и испытываю море хейта по этому поводу а у кого-то от него реально растет грудь есть такие люди у меня от жемлёжа конкретно росла а ты дельта в переднюю прям пипец и все мне говорили у тебя переразвитая передняя дельта а груди нет а я ее не чувствую я качаю она вроде как-то болит а вся беда в том это вот к вопросу о том можно ли изменить форму мышц да там да нельзя ее изменить у меня генетически задано так что грудь у меня маленькая была всегда и плоская и что бы я не делал то есть бодибилдинг спорта люди если говорить о сцене да ты там как-то встал что-то поджал а если так человека подставить то сразу видно вот это вот прирожденный жемолик там и грудина там все а у этого нет грудины хотя кстати есть же и жемолики которых нет грудины они жмут за хера то есть тут как бы смущный прицеп смущная дельта я не знаю там ну я просто спокойно возвращаясь к брусьям я хочу сказать что это ну на мой взгляд вообще лучшее упражнение для грудных мышц но друзья джордж правильно сказал чем бы вы не занимались какое упражнение вы бы не делали естественно это азбука это база техника и база поэтому если вы что-то делаете неправильно то мы это даже обсуждать не будем а сами по себе они очень прекрасны джордж мне кажется здесь вот я тоже когда ты вот только проходил стадию перехода от боди билдера в амрестлеры я смотрел твои видео здесь я как бы ну в тихий ужас приходил что там делаешь пытаешься но это наверное просто хотелось тебе да там дурь была мы понимаем что это когда ты был боди билдером ты ничего не травмировал все у тебя было нормально и я уверен что и читинг ты применял грамотно и правильно поэтому не будем я думаю ты не против читинга в бодибилдинге да ты же тоже понимаешь что это не облегчение а наоборот усложнение конечно просто в амрестлинге в основном очень очень много читинга и упражнение там подъем на битв в штанге я как бы его не считаю все таки прямо супер первым номером один для амрестера почему не представляю я же это все изучаю по статистике люди не знают этой статистике они думают что приседания и становые тяги приводят грыжам самое первое упражнение друзья по статистике приводящая грыжам джордж вот сказал это подъемы подъемы кстати а ты смотрел ролики головинского спасуковского зиновьева кто что говорит вообще или у тебя не было времени я вчера начал как раз смотреть по поводу читинга пока дела сделал итак ушел там краем ухо итак улавливал да они там спорили что там головинский как всегда чертил показывал мне нравится когда он там начинает чертить а все зиновьев тоже любит чертить поэтому они нормально там но в конце они зарубились жестко зиновьев отключился даже просто вышел да да ты самый хайп пропустил в общем а что подлежило такой реакции ну объяснить это сложно и я не хочу как бы навязывать свое мнение ты лучше посмотри это где-то на тридцать девятой минуте начинает завязываться все посмотри я хотел твое мнение услышать по поводу того что говорит диновьев по поводу того что было говорить головин а видишь не полностью все это надо посмотреть еще раз интересно даже стало что он там вылетело что его ну головинский молодец он очень хорошо объясняет все и действительно грамотно объясняет хорошим языком мне нравится как головинский разъясняет а диновьев он такой ну он блогер чисто блогер такой знаешь такой хитрый но он тоже грамотный парень не глупый спосокукоцкий мне на самом деле спосокукоцкий меньше всего из них у меня спосокукоцкий вызывает доверие честно я его уважаю как блогера молодец вообще человек там себя сделал но я бы меньше всего к его мнению приглушивался бы а я знаешь почему к спосокукоцкому отношусь серьезно как бы ну и я его считаю своим другом по той простой причине что в отличии даже к примеру скажем сейчас от меня там да или от 90 процентов других блогеров юра во первых выступает до сих пор и в бодибилдинге и в зарубах он принимает участие понимаешь генетика у него отвратительное ты сам видишь но он молодец построил себя и самое главное что как бы люди ничего себе человек выступает и у него люди есть которые выступают и тренируясь по его методологическим указаниям они все равно достигают какого-то результата поэтому он молодец что он безробный да ты же видишь кстати вот почему конфликт произошел между головинским и зиновьем кстати мы тоже с головинским когда первый раз встретились на стриме у юры мы тоже зарубились но потом стали нормально общаться не знаю не уверен что у зиновьего с головинским так получится это получилось понимаешь пример мы а я уже не помню как всегда знаешь каждый же считает себя самым умным и авторитетным наверно поэтому тем более друг друга еще как бы не знали можно и попасть а тем более все еще понимаешь и головинский я на тот момент наверняка были на курсах все бесит все бесит но не знаю мы поржали потом над этой ситуацией пообщались вне эфира про тримбалон помнишь я тебя спрашивал у меня тут один спрашивал человек вот хочу тримбалон а я не говорю ты вообще агрессивный сам по себе человек да если ты без всякой химии реально крэйзи то лучше подумать либо как-то научиться сдерживать свои эмоции медитировать не знаю там походить куда-нибудь но если ты прям реально хочешь тримбалон готовься к тому что тебя может вывесить не знаю летящий а почему вот интересно так происходит я тоже заметил что ты становишься как женщина при месячных знаешь при пмс тебя прям все раздражает потому что во первых сильнейший андроген сильнее катаперона в четыре раза в четыре вот потом и он до сих пор не изучен не изучен кашель почему кашель происходит у всех есть там же есть тоже разные ацетил есть есть по-моему это самый токсичный если кто-то нас слушает друзья это самый опасный вредный препарат он больше даже не столько наверное токсичен сколько опасен вот этой твоей неадекватности в плане реакции на организм и лучше начинать с этой татной формы потому что у тебя есть шанс просто прервать это все и все ну то есть там три дня он работает а если ты поставил нантаз то тебя будет крыть там две недели вот я пробовал и тот эфир и тот эфир я пробовал в начале двухтысячных параболан которого уже нету он причем еще ты знаешь как чай выглядит такого цвета вот и кашель у меня был жуткий я помню я думал я сдохну но на самом деле главное понять что ты никогда не сдохнешь от этого кашля но он неприятный реально как будто легкий сейчас и я вот реально сколько перелопатил никто не может точно объяснить еще пока выкидывают ученых там почему так происходит ведь он изначально ветеринарный препарат для ветеринарии кремболон, балдинон вот это все но если откровенно говорить то вообще все что есть и связано с этим пошло из ветеринарии ну возможно хотя тестостерон по-моему тестостерон изначально был придуман для вообще по-моему ГДР или где же для Гитлера для Гитлера никто не знает первый вообще сустаном был придуман для Гитлера ну он счастливчик чтобы люди быстрее восстанавливались после травм ну вот на войне вот как раз немцы придумали да и быстрее вот он пришел там в лазарет его кольнули все же знают что быстрее заживает у меня был таком и он у него ожог был жесткий он сидел на маленькой дозе метана и реально быстрее все зарастало да что говорить у меня когда абсцесс был на плече в 2005 я приходил мне выдавили там стакан гной огромный знаешь такой вот и я такой везу помню на кушетке чуть не плачу он мне говорит да ты не плачь это самое больно мы же тебе наркоз сделали я говорю да я до Европы не поехал ну ладно не будем касаться астероидов темы опасные в обсуждениях а почему нет почему нет иногда можно трогать просто люди неправильно воспринимают молодежь начинают вот как к примеру многие делают в молодости используют потом прекращают на мой взгляд это наоборот дебилизм по молодости тренироваться на своем пока все прет а когда у тебя физиологические спады начинаются после 35 тогда актуально поэтому а еще вот я чего хотел сказать твои слова натолкнули меня на очередную мысль которую нужно доводить до людей вот почему государства все запрещают стероиды и разрешают алкоголь потому что стероиды во первых это медицинский препарат алкоголь никогда не был связан с медициной был изобретен совершенно для других целей случайно и алкоголь в любой дозе очень вреден если вы превысите алкоголь даже в десять раз то вы умрете а если стараюсь мало пить вообще не люблю это дело не больше пол литра водки в день и это а фармакология это все-таки придумано для здоровья людей и естественно есть как говорила вице на что любое вещество да в природе является и лекарством и ядом все зависит от дозы так вот если вы превысите дозу стероидов там в сто раз даже не говорю в десять даже в тысячу раз вы не умрете делайте выводы сами а почему запрещены стероиды почему тестостерон запрещен потому что тестостерон продлевает мужскую жизнь если его применять уже там после тридцати пяти лет вы качественнее живете дольше живете лучше живете а государству вы нахер не нужны после того как вы отработали и выходите на пенсию надо чтобы бухали и сдохли как скотина чтобы на вас не тратить деньги поэтому люди которые только работают и бухают это обычные животные в расход в расход да еще есть такой извини джон ойл по моему он написал бестселлер и фильм сняли по нему 1984 кто вот все псевдопатриоты там неважно россии украины америки кого угодно посмотрите почитайте там всю книгу можно просто раскладывать на цитаты и он говорит что для вот этого стада быдло которое встает работает и бухает и самое главное приучать их псевдопатриотизму это получается идеальное стадо которое отработало и сдохло все да вот не нужно друзья вы никому не обязаны тем более государству государство вам ничего не дает все что дает вам государство это делается на ваши деньги на ваши налоги нужно понимать что мы сами строим свою жизнь не поддавайтесь в политике вообще нет ни одного нормального человека потому что если нормальный человек приходит в политику он либо становится таким же чмом оборотнем либо он оттуда уходит выживает не стройте иллюзий ладно хрен с ним с политикой а скажи мне еще про другой зашквар ты слышал вот сейчас вообще все все это обсуждают как давыдович там за три с половиной часа пятнадцать тысяч ой полторы тысячи раз отжался и тысячу двенадцать приседал вчера только с ребятами скажи скажи что ты об этом думаешь послушай ну я думаю что во первых все кто приходит к дудю да к передачу они просекли тему надо хайпануть надо сказать что то такое да серебряков там хайпанул все хайпают там какая-то не помню актриса или кто она сказала что 17 сантиметров член это маленький да 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 вот понимаешь да на самом деле она по-моему сказала Ивлеева 15 сантиметров а это потом когда дудь спросил у Руслана Белого сколько у тебя вот Ивлеев говорит что 15 этот говорит Сергей ой Белый говорит да я не знаю но сантиметров 17 точно и после этого у него кличка в этом стендапе легенда номер 17 ну это вообще юмор супер но я думаю что это просто извините меня как сказать по русским словам бунчат пиздомол вот конечно невозможно это сделать и нет не так ему это невозможно сделать но ты знаешь как я думаю я думаю что естественно он и приседал и отжимался мы понимаем да вот закрой нас в темной комнате сейчас ты будешь читать и ты начинаешь понимать ощущать это физически что физическое движение любое это удовольствие друзья не то что там польза для здоровья вот услышите эту мысль это удовольствие такое же как секс как употребление там бананом шоколадом а конечно и если вас лишают этой потребности вы начинаете испытывать в этом необходимость и когда Давыдович говорил что он приседал отжимался качал пресс я на сто процентов на тысячу уверен что он это делал просто человек от балды бросил никто там не считал наверняка он бросил там полторы тысячи раз и я больше чем уверен что он думает может быть честно про себя что он там может быть и две тысячи раз отжимался ну просто забавно что все начинают типа там устраивать флешмоб и еще что-то я человеку не стал лавы такие давать кто он такой чтобы знаешь его возносить вот так и типа повторять что он там сказал ну нет вообще давайте вот синтол себе вгоним как терешины в груди в голову надо им колоть синтол это не бред соревнования каким ой по-моему это соревнования для долбоебов понимаешь да так самый прикол я сейчас вот смотрел знаете есть такой деник хача блогер очень популярный слышал очень крутой король ютуба и вот они сейчас сделали он сделал турнир по почечному и там в стекле терешину так что он улетел просто и хоть это радует он реально потерял и вообще улетел ну это я считаю что такое вот терешин там отщечины вот приходится употреблять это вот потому что как бы задаешь вопрос да но я считаю что это не то что показывать даже обсуждать это не надо в интернете чтобы этого не было ведь ведь таких людей ну к сожалению большинство дебилов на земле к сожалению большинство и они когда посмотрят что дебил который ничего из себя не представляет который никогда не добьется нигде не в спорте не в науке он может тем что он дебил прославиться еще и зарабатывать на этом деньги так а это вы друзья делаете их богатыми и вот это меня больше всего я не уважаю боди манию потому что они как будто бы говорят вот какой он там урод но они больше всех показали роликов там чуть ли не по 10 роликов выкладывали и продолжают выкладывать с этим идиотом вот и мания хорошим каналом когда начиналось но когда они поняли что за зарабатывают хайпом только они превратились конечно в клоаку ну давай еще поотвечай название название клип-бейт посмотри что с ним стало там жить все-таки о ты знаешь как назвать наше следующее видео вот это запиши выложи в ютуб аху с идея там жесть посмотрите что они говорят да да я тоже об этом подумал давай по теме фитнеса тогда вот вопросы люди спрашивают если в протеине есть бца и глютамин отдельно надо принимать я тоже считаю я вообще я считаю что быца это самый лучший продукт почему он на многих не действует потому что его нужно принимать от 20 грамм сутки а вы принимаете там максимум 510 ну выводы делаете сами в любом протеине ну наверное максимум о там будет 68 грамм это это будет написано на упаковке но внутри его может не быть вообще так следующее я вот думаю что ведь многие российские бренды сейчас закупаются на западе до сырьем поэтому вполне хорошо если нужно смотреть на на качество потому что хороший хороший продукт он не может быть дешевым такой как быца к примеру там до свободные аминокислоты другие любые там изолят протеина не может быть потому что это дорогостоящее если вы покупаете протеин вот как типа там в этом чуть-чуть сыворотка какая-нибудь да естественно это просто обычный продукт отхода молочного производства а короче вот допустим витаминный комплекс я у них взял я смотрю что это за состав там просто пять компонентов и все ты понимаешь а назвали мульти там витамины я не разрешают не пропускает норма есть какие-то идиотки тут еще коммунизм походу в головах сидит вот у тех кто там наверху и они просто не дают развивать спорту спорту и от этого мы получаем то что имеем блин поэтому приходится брать конечно импортный спортпит потому что он выше по качеству и там больше веществ потому что если у тебя не хватает хотя бы одного элемента там цинка бора и не знаю у тебя начинаются проблемы со здоровьем постепенно я в это верю я регулярно я 14 лет по моему уже принимают комплексные витамины первый был комплевиз я у бабушки нашел в серванте заныкал себе и принимал потому что уже тогда я прочитал журналы слэх где было написано что обязательно при прием витаминов и минералов должен быть я как отче наш каждое утро всегда самое главное друзья запомните правило никакие витамины нельзя принимать на пустой желудок так следующая а ну вот пишут гранд пауэлл директор компании техно джим проводит семинары и у них казахстане он проводит семинар где говорит что ноги новичкам можно тренировать линейно знак вопроса друзья лично я считаю и все кто тренируется по моим ступеням новички это в основном линейная тренировка и пока вы не достигаете определенных силовых показателей это вполне в принципе работает и имеет место быть это мое мнение джордж что скажешь ты ну в простонародье это значит что без периодизации какой-либо вообще в принципе ты пришел вот приседаешь да на сегодня на тренировке там присел там четыре рабочих подходов по 12 раз и вот так тренируешься целый год вот спрашивают продукция леврона на российском рынке на ваш взгляд стоящее ты пробовал леврона я не пробовал немножко разница есть я пытался я тебе говорил я пытался влазить в этот бизнес там изучал мой друг даже он там серьезный производитель у него своя фабрика в майами смысл какой ты абсолютно прав большин всего крупнейших завода три в америке по производству спор пита а как вы понимаете брендов там наверное сейчас тысячи две разных которых вы еще и никогда не слышали ну и это как в том анекдоте серьезно идет лента к примеру условно для егора и ляпаются мои наклейки на банке затем идет закончилась мой заказ да и лента продолжает идти конвейер работы засыпается в другие банки и ляпаются другие наклейки вот так происходит потому что когда вы создаете что-то эксклюзивное это намного дороже вот почему настоящие серьезные хорошие бренды они всегда дороже потому что производство под них приходится вообще перенастраивать приходится формулу менять а вот к примеру все знают я не помню помнишь зелененький арнольд такой был как появилась фирма вообще вот спорт пита да но это вообще к сожалению моему это полное говно вот все кто пробовал его и американцы и все все знают что это ну вообще отстойная фирма и мне жалко что имя арнольда было использовано именно вот на этом арнольд мог подняться на спорт пите гораздо лучше делая что-то более качественно но я думаю он наверняка был в курсе ему наверно просто отстегивали за в америке так не прокатит ты знаешь просто отстегивали наверно за бренд много теряет и вот он нельзя же вот на арнольде ты ж был на арнольде почему не делать статуэтки маленькие вот эти арнольда не продавать какую-то атрибутику нету официального почему это огромный рынок был бы такие кулончики там не знаю напрашивают как укрепить связки если какие-то добавки друзья давайте сначала разберемся в терминологии то что в россии все называют связками мы понимаем что речь идет о о сухожилиях связки никак нельзя укрепить поймите сухожилие это то что связывает мышцы с костью а то что связывает кости там или органы между собой это называется связки их изменить и воздействовать на них никак нельзя кроме как в худшую сторону то есть потянуть их там что-то еще сухожилия тренировать можно и нужно есть специальные методы самый лучший метод тренинга это статическое напряжение вот как рекомендовал помнишь еще нужный но к сожалению вредный да если грамотно делать там если у вас нет проблем со здоровьем вы можете их использовать что статические вот эти вот вещи они вызывают очень повышенное давление нужно дышать обязательно как дышать дыхание многие там и все и не движет это такая большая беда этого метода но это самый сильный метод по по быстрому росту силы и непосредственно силы именно ваших связок потому что зас показывал невероятные будучи не самым большим атлетом в тех времен он был самый сильный он рвал цепи а и даже вот номер который вошел в его цирковой случай мало кто знает это очень интересная история он же воевал еще в первую мировую он был кавалеристом скакал на лошади убили лошадь не убили а ранили лошадь под ним она упала и он кувыркнулся полетел встал все короче побежали а ему было жалко он сами с деревни он очень много общался с лошадьми он поднял поднял лошадь представляешь и вынес ее с поля боя и а потом его посадили его поймали посадили в общем в эту в камеру и когда все уснули ночью он просто встал разжал решетки и ушел и это он потом показывал у себя в цирке то есть человек был нереально сильный и тренировался в основном вот в статике но естественно ты прав это очень опасный метод в плане если у вас есть проблемы с гипертонией есть такое упражнение берешь блин ну допустим 15 килограмм прижимаешь его к стене становишься и грудью как бы вдавливаешь и вот если ты его держишь знаешь есть еще это я забываю постоянно как называется это упражнение когда зажимаешь этот же блин перед собой ладошками и поднимаешь ну кстати грудь хорошо чувствуется есть ли какие-то добавки для здоровья организма конечно есть друзья очень много во первых изучите сначала из каких микро макроэлементов мы состоим потом посмотрите их количество в пище самое насколько я помню если не обманывает меня память моя старческая больше всего мы состоим имеем в виде у себя в организме магний а меньше всего его сейчас мы получаем с пищей поэтому и медики и все рекомендую даже без каких-либо там обследований больше магния всем потом я до миндаль там шпинат потом я знаю что практически исчез из продуктов питания силен поэтому делаем вывод 2 до это силен хотя бы раз в год нужно пропивать практически вообще исчез йод ну мне кажется смотря где живешь если в российской полосе то да а вот если там ближе к морю там морепродукты просто смотрят россияне я думаю навряд у нас где-нибудь на окинаве и смотрят там или на багамах поэтому поэтому конечно есть вот мне очень нравится российский продукт он он очень дорогой но друзья поверьте я вот его пью сам кайфую просто нереально покажи баночку да сейчас жену попрошу жена кинь баночку пожалуйста эргамин красный вон любую у меня их там много вот друзья эргамин это российское производство оно не имеет аналогов в мире степень очистки 92 процента минимум те кто понимает понимает что это такое очень дорогостоящее производство и сырье иностранное это разработано не такими людьми как вот я просто это разработали ученые умы российские уже лет 20 по моему вот наш как говорят нет пророка в своем отечестве к сожалению зря и эргамин дает очень очень хороший результат причем он создан не для спортсменов друзья но спортсмены ему очень хорошо пользуются это состав белка этих аминокислот идентичен натуральному и признан мировым сообществом а кто понимает что такое идентичность натуральному белку ну кому объяснять не нужно блин не довелось к сожалению еще пока а человечек вышел на меня мы стали знакомы бизнес а бизнес такой он вообще раньше занимался криптовалютой этот человек и перешел вот на это бизнес а вообще в швейцарии есть такая фирма они 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 занимаются тем что выращивают и каннабис грубо говоря ты захотел купить у них там 10 кустов да один куст к примеру стоит там по моему что-то 270 евро ты его покупаешь в год куст дает пять урожая сто процентов ну то есть ты зарабатываешь вот на этом понимаешь да и они сейчас идут дальше они сейчас протеин будут делать именно на из каннабиса то есть этот каннабис чтобы ты понимал это не тот который вот покурил и тебе в голову дало и все так а он это людям медицинский там ТБД есть то есть там нет ТХТ каннабиноидов а именно ТБД да то есть он расслабляет тело но нет вот этого сумасшедшего вот и он сейчас вот говорит что это супер вообще бизнес как бы люди там типа умные люди с него влезают там все но я не стал в это вписываться потому что ну как бы ну как бы ну в России в России в России тебе не дадут во-первых выращивать даже медицинский каннабис это конечно ну в России я просто я здесь могу купить кусты которые в Швитарии то есть там инвестировать в общем да 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 вот ну мне не смутило почему такая мощная сильная компания вдруг ищет там ну как бы и поэтому я не стал в это влезать как бы и как ты относишься криптовалюта вообще биткоин я уверен что это полная лажа криптовалюта это как МММ просто может быть более долгая конечно а обязательно обогатятся те кто наверху то есть 100% там будут миллионеры люди но тут нету не при всегда будут проигравшие причем там настолько там умалчивают люди вообще вешают там он там продал квартиру там вложил вот майнинг а потом человек просто кончает жизнь просто надо понимать что вот есть мешок да в нем есть деньги если ты туда кладешь рубль а достаешь два то когда-то это все равно кончится и кончится обязательно на вас друзья поэтому смысл несмотря на то что многие компании сейчас я знаю с этими биткоинами работают ну это то же самое что Бузова свою хотела создать валюту просто люди более успешно сделали это и все кстати а ты тренировал когда-то шею вот человек спрашивает как тренировать шею да я ее честно иногда тренирую расскажу потому что я не сторонник это очень опасно если вы не знаете если у вас нет тренера лучше всего тренируют шею борцы найдите какой-нибудь борца грамотного лучше тренера чтобы он вам объяснил показал как это делать это не всегда ты знаешь борцы тоже блин вот те борьбы которые старого вот этого поколения блин так научишь что понятно ты молодой ничего не болит а потом грыжа то и будет и шея на надежде а потому что крутить вот крутить шеи нельзя я покажу упражнения которые можно делать а вот крутить шеи нельзя я как делаю я делаю полотенце допустим да ну на затылок кладу это если заднюю часть и вот сам себе даю сопротивление руками все правильно все и вот и самое главное не надо сильно давить и я слегка вот амплитуда небольшая там нет вот этого прямо аж туда нет от этого делать я спокойненько вот делаю все но я чувствую что она реально как будто не моя отним шея как отнимает боковые но ты не поверишь у нас в лидере где я сейчас тренирую стоит тренажер специальный отдельный для шеи я впервые увидел вообще в жизни я видел раньше в америке просто сейчас их стали убирать если вы заметите практически все американские производители тренажеров убрали подъемы на икры стоя сейчас тяжело купить и вообще нету тренажеров на шею а америка это делает просто так очень много было исков потому что травмируются люди да и понимаешь да другие люди а еще шея работает я заметил вот у многих шея здоровая именно от натурки то есть как статика вот этого так так и ты полотенцем практически статодинамику делаешь да это и есть статодинамика потому что у меня постоянно как бы и боковые части тоже просто вот рукой встал причем получается можно как давить вниз так и наоборот причем я это делал на смене дежурной допустим вот дежуре там это что скукотища никого нет вот дал тебе шейку покачал делать нечего все она не требует тренажера никакого так что да да один культурист я читал помню спас себе живучку юль открой пожалуйста стучат же все за его приятно не доставка там я заказываю с амазона всякую ерунду книгу наверно мне привезли оооо дай мне покажу я постоянно друзья самообразовываюсь и вот заказал себе книжку очередную это она да слушай наверно нет наверно не книга что-то маленькая какая-то да не открывай пока давай сейчас жена откроет посмотрим ну по-моему наверное это не книга это что-то она очень легкая там книга такая должна быть знаешь как тяжелая как учебник какой-нибудь анатомии это скорее всего наверное жена заказала она вскроет посмотрим кстати читаю читаешь да читаю ну так немного но читаю я сейчас аплот изучаю этот новый пишут вот что можно качать шею на станке для бицепса бедра а нет книжка только я думал она будет в твердом переплете так пишет тот кто видел сто процентов потому что ну конечно можно пишите в инстаграме если хотите попасть в идиот видео про идиотов качайте там можно она действительно грузит заднюю поверхность внуши ну просто это забавно выглядит как бы смешно я сейчас подойду смотри учебник учебник для вузов видите а шикарно физиология физическое и спорта нет нет в америке круто я сейчас подойду секунду да это базовая в общем такая книжечка она написана смирновыми дубровской просто идеально вообще для всех видов спорта настоятельно рекомендую друзья вот еще раз посмотрите поэтому читайте немножко обманулся я я не люблю книги вот в таких переплетах мягких привет друзья еще раз незаметно как всегда прошел час видео опять вылетело я очень искренне надеюсь что тот эфир предыдущий вот сохранится потому что было очень интересно и и мы затронулись Джорджем сохранится записать его и выложить на youtube если у вас остались еще какие-нибудь вопросы несохраненные и обязательно снова здравствуйте да то обязательно их присылайте мы еще ответим мы не успели все обговорить договорить извиняюсь чуть-чуть простыл а тренировка сам не это кстати в америке сделал для арместлинга я понимаю да причем такой еще больше еще здоровее да благодаря этим нашему общему другу как его зовут Артем да я вижу такие разные приспособления блин вообще конечно там рестлинг сейчас шагает по планете я покажу еще лучше есть у меня вот это смотри видел ну такой нет у Артема наверное видел это цепь короче мотоциклетная хай канзас масл сериал да это вообще я тоже видел у этого у Артемки классная штука понял ладно я тебе блок заказал домой не поверишь блок у меня тенеров вот 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 у меня сейчас ты стоишь у меня на столе да для Артемки стол дорогой все вообще стол кревый я его забрал я перенес вот эту штуку которую мы с тобой то что отдыхать с ребятами вы в стриме обсуждаете что отдыхать надо не 30 секунд и минуту а минимум 3 минуты когда тяжелый подход а ребята там тренируются и делают уже через минуту подход и мне ну что ты Гасан давай делай я так не занимаюсь а ты пиронишь я не пироник я тренируюсь по науке типа что это фигня какая то ну давайте давайте а ты уволился что ли ты сейчас не работаешь я там да я в зале именно тренерами больше не работаю только у меня онлайн сейчас я тренирую вот потому что там на самом деле я хочу сделать даже меня очень разозлила ситуация меня она понимаешь как будто проникся чтоб ты вот вся страна наша стоит раком да Россия ее ебут она стоит раком и тут такая же и тут такая же ситуация вот понимаешь я не могу сказать что это во всех фитнес центрах так да допустим регулярно задерживают зарплату то есть все молчат потому что ты вякнешь тебя уволили все понимаешь и тут такой революционер гоша появился который высказал свое мнение мне нахамила там я с этим не хочу не видеть я сказал что это вообще такое как ты себя позволяешь разговаривать да я так не общался просто не ценят сотрудников вообще никак вот ты делаешь 100 тренировок в месяц молодец вообще круто не делаешь да ты чему вообще такие регалии знания на результаты твоих клиентов бизнес мы всегда об этом говорим чистый бизнес меня меня очень вывесло отношение понимаешь там они оштрафовали я сегодня пришел там выбирать свою апрельскую зарплату там оштрафовали ну ты знаешь что мне придется просто сделать да у нас все таки закон есть закон он един за всех ну как бы придется все таки вот ну налоговую натравить пускай пересчитают ребят сколько нелегалов у них работает ты знаешь сколько там нелегалов я ж не лекально работал а за это извините меня штраф то будет не мусилый ну раз люди не понимают скорее ни один из директоров не вышел поговорить даже вот не то чтобы понимаешь почему вот этот специалист наш да вот уходит от нас почему я вот так сделал почему я от них ушел собрал стол все с ними они им плевать вообще понимаешь и они дальше будут а я хочу на них обзор сделать пускай ведь все знают что такой зал говно есть премиум класс ты знаешь какие там сцены да какой он премиум там блять дед обосрался один с раздевалки там вообще жесть такая вот а ты ничего не изменишь ситуацию потому что ну вот быдло будет ходить в такие залы быдло не ходит тренироваться оно ходит за болтами и если на зале написано вип там у тебя на карточке премиум это важнее чем то что дается и ты знаешь даже если бы вот придет там Арнольд Шварценеггер ну не Арнольда не будем брать потому что на него повалит народ придет мистер Олимпия к ним работать и если он не будет давать план они его нахер выгонят потому что это бизнес никого не интересует чему и как ты учишь а ты разве не слушал год назад где-то была такая ситуация мы с женой просто угорали ездил по мере пришел в зал и его не пустили ну это просто вообще смех был просто его не пустили вот позаниматься бесплатно и он там снял видео об этом ну я думаю что наверно уволили наверно того администратора не каждый уже знает как выглядит мистер Олимпио там а это говорит о чем о том что здесь каждый вот американцы русские не поверят а Джордж знает здесь таких вот реально огромных парней каждый второй и каждый второй черный естественно если не следишь за бодибилгом ты можешь просто не знать это еще есть очень интересная статистика людям будет интересно мало кто этого знает вот если взять тренирующихся людей по всему миру да сто процентов вот это тренирующихся людей не живущих а только тренирующихся в зале шестьдесят восемь процентов от ста живет в Америке вот почему здесь такой популярный бизнес и вы не поверите вы думаете наверное что мы как бы это просто для красного словца говорим но поверьте вот спросите Джорджа здесь из десяти ну пять как минимум точно занимаются тренирующихся в зале у меня в зале тренируются две девочки выступающие на олимпии одна из них попала в пятерку а другая была второй у меня Маша тренер она выиграла любительскую олимпию потом это каждый второй выступает на американских соревнованиях каждый второй и да 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 и все приходишь в зал тебе реально знаешь ты испытываешь комплекс неполноценности все такие сухие здоровые и парни и девушки ты думаешь блин там в зал в россии если чуть-чуть подкачаны и вот ты захочешь ты все равно все на тебя обращают внимание ты идешь по улице тебе будут спину типа фу блять стероиды качок вот это хрень понимаешь а когда я смотрю кто да кто ходит по улицам мужчина да я смотрю мне стыдно это просто какие-то остатки человечества просто с пивком с сигаретой и вот он идет весь на понтах я просто мне в ужасе просто от того что люди вот такие могут быть я знаешь так хотел мне в районе когда в америке был вот эти последние два года я там ой там российское общество как я по нему скучаю я сюда приехал и я охуел я охуел от того какое количество хабариков валяется на дороге сколько много алкоголя люди упивают и как вообще они выглядят и думают открывается вот знаешь вот соус прикрытия вот это псевдопатриотизм а зато у нас русский дух мы отличаемся вот кто так говорит чем вы отличаетесь от другого европейца американца вот псевдопатриоты напишите в комментариях а а Вспомни Америку, вспомни Америку, как часто ты видел вообще выпивающего или курящего на улице человека? Ну на пляже, ну на пляже можно встретить, чтобы вы на улице где-то встретили курящего, мало людей курит, и курят в основном женщины здесь, мужиков очень мало курящих. Ты знаешь, я помню, я смотрел фильм один, 54-го, по-моему, года, бля, фильм, американский, про бодибилдера, ну там какой-то такой забавный, знаешь, но суть в том, что он выглядел как Стив Ривз в кино, может быть это был даже Стив Ривз, я не знаю, я не помню этот фильм название, черно-белый даже он был, по-моему, но суть в том, что я такой смотрел и думаю, ё-моё, 54-й год, у нас что в России было 54-й год? Там уже, блядь, микроволновки, газонокосилки, там всё вообще. Какая-то пиздец, лоу, газонокосилка, ты понимаешь о чём? Я вот про то, что люди недавно только вот, как говорится, вывезли из этого вот, знаешь, вот как-то дали людям денег, и у них крыша съехала, и вот они ведут себя вот как в моём фитнес-центре, да, там вот есть некоторые, она всю жизнь была тренером, и тут прыгнула там, да, стала фитнес-менеджером и ведёт себя просто как какой-то быдно конченая женщина, блядь. Противно просто, понимаешь, общается так, и ты думаешь, где воспитание у человека, а это всё деньги, да, человеку деньги, ты увидишь его лицо истинное, сразу же вообще, моментально. И ещё, заметь, что говорят, вот, там американцы, они тебе все неискренне улыбаются, друзья, поверьте, я жил в России, в Америке, лучше, чтобы мне неискренне улыбались, чем откровенно хамили в лицо. Не надо вырутать хер с пальцем. Вот именно, они всё неправильно говорят, ну, а мне очень нравилось то, что американцы, они всё равно это делают не из-за того, чтобы, типа, а, скажу, или, типа, ну, они такие, это правда. Это воспитание, это воспитание. Они делают это честно. Вот что, они действительно улыбаются тебе, они там, знаешь, так надо улыбнуться. Не, они тебе улыбаются. Есть, короче, которые это делают, ну, потому что это надо, это да. Но всё равно это лучше, это лучше, чем когда тебе в магазине нахамят. Я считал, что Джефф Монсон, он не очень понимает ещё, что такое Россия. Вот он там придумал тебе какую-то там скатку, я люблю там Россию, рассказывает. Я тоже её люблю по-своему, но у меня очень много претензий вот к тому, что почему такая огромная страна в такой жопе. А вот ошибка основная людей, извини, что тебя переживают, раз у тебя есть претензии, и ты их предъявляешь, ты, блядь, не любишь Родину, ты предатель. Да нет, друзья, если вы умалчиваете, если вы засовываете язык в жопу, подставляете жопу в Володеньке и радуетесь, то вы предатель. Вы предаёте своих детей, свою нацию. Нельзя... Это дело даже в Володеньке, понимаешь? В Володеньке даже дело. Это как бы народ такой, блин. Я раньше в этого не верил, не понимал, а теперь я убеждаюсь в этом. Потому что когда даже я сюда приехал, в Штаты, и, знаешь, вот вёл себя, я часто как вот это русское быдло. Потому что, ну вот простой пример. Пришли мы с женой в магазин, покупаем там всё, и жена стоит рядом, я расплачиваюсь, всё, купили бутылку вина красного. И она спрашивает, а у девушки есть ID? Ну, ты знаешь, здесь не продают в Америке алкоголь реально. Я говорю, да я себе беру, она не будет пить. Она говорит, нет, я не могу, она с вами должны предъявить. И я, знаешь, я начал что-то, а я только приехал там, может, полгода, что-то возмущаться там начал как-то, что-то там ведь, ну, неадекватно себя вести, скажем так, знаешь, меня это взбесило. И я смотрю на неё, знаешь, она так смотрит на меня, и я вижу в её глазах жалость ко мне, знаешь, она думает, блядь, что ж ты за дебил такой. И люди стоят, мне стало стыдно, понимаешь. А по идее, ну что, человек выполняет свою работу, да, есть такое правило, как бы. Она мне не нахамила, она мне сказала, извините, пожалуйста, как бы, ну, я не могу вам продать. Вот пригласись, что ты вот видишь, что живёшь в Америке, но ты как бы со своей, скажем так, русской семьёй там, правильно? Ты же не один там. Да, да. Очень важно, что я не выдержал именно одиночества вот душевного, находясь там последние два года, когда меня кинула жена, ковила. Я начал сходить с ума именно от того, что я один. Общался с американцами, я жил один год, вообще не слышал русскую речь, да, там, в латинском районе. Они клёвые, всё, но мне не хватало вот этой душевности российской, да. Если бы у меня была там русская женщина, я бы в жизни не уехал, в жизни. Но я за эти два года, все, что я встречал, это были шлюки и мрази русские, там, извините уж меня. Да, потому что, ну, так вот получилось. Здесь я хочу согласиться, Джош, извини, маленькую ремарку, а то забуду. Ты прав, вот душевность вот эта в отношениях, там, в дружбе, в любви, всё-таки, наверное, как среди русских, украинцев, такого, наверное, больше нет нигде. Не знаю, как в Европе, но в Америке однозначно, да, мне тоже не хватает. Для меня нету, для кого-то есть, я их не осуждаю, они могут жить с иностранками. Я пытался, это нереально, мне тяжело. Американцы, ты же знаешь, очень, очень любят, если кто-то знакомится с русской женщиной, американцы в шоке. Потому что американская женщина, это, ну, всё равно, что жить с мужчиной. Я хочу сказать, в каком плане, она знает себе цену, она работает, она зарабатывает часто даже больше, чем муж. И поэтому она не понимает, почему отработав одинаково на работе, да, возвращаясь домой, муж должен лечь жопой на диван с пивом, а она готовить там, стирать или что. Здесь мужики многие сами себе стирают, ну, как здесь же машинка, всё, да. И поэтому в этом плане можно говорить, что это хуже, можно говорить, что это лучше. Я считаю, что это для женщины более правильно, потому что наши женщины, к сожалению, держатся за любого мужика. Какое бы быдло вот пьяное ни было, наши женщины его ходят, лелеют там. Американка пошлёт тебя нахер сразу же, и даже переживать не будет по этому поводу. Слушай, а вот спрашивают, я не знаю, есть ли у нас статистика по онкологическим заболеваниям среди профессиональных бодибилдеров. Я что-то не сталкивался с такой. Я думаю, что онкология, это доказано, с фармакологией не связано. И раньше говорили, что гормон роста может спровоцировать. Последние современные исследования, я знаю, никак не связывают употребление гормона роста и развитие онкозаболеваний. И, что самое важное, тестостерон уже реабилитирован. Считалось, что тестостерон вызывает рак простаты. Никак экзогенный тестостерон не влияет на вашу простату, можете не переживать. У тебя есть какая-нибудь информация, Джордж? Я вот не встречал. Я только опять за каннабис могу топить, что он помогает от рака. Не, реально, я считаю, да, вот, допустим, опять возвращаясь к проблемам страны, я считаю, что вот правильно делают в Америке, что ли, березу, да, каннабис. А у нас это, я не знаю, когда придет, почему. Никогда, никогда. Без алкоголя тогда сразу подорвется, понимаешь, да, потому что алкоголь, он неадекватен, он убьет, изнасилует. На каннабисе этого никогда не произойдет, никогда. Наши люди просто не знают. Давай поясним, что, почему Америка разрешает каннабис. Во-первых, это, люди не знают, каннабис, да, делится марихуана на два вида. Медицинская, если разделять, я сейчас не помню эти названия, она вообще никак не вызывает никакой эйфории, ничего. Она лечит глоукому, рак, и даже, даже, вы будете удивлены, марихуаной лечат алкоголиков и наркоманов. Это нужно понимать. Но, естественно, этим пользуются и просто торчки, любители, как бы, там. Вот у кого альтсмегер, да, вот эта болезнь, как она, я правильно сказал, альтсмегер, вот когда они там трясутся. Вот им, если давать каннабис, они лучше себя чувствуют, ведут себя как нормальный человек, не трясутся уже, понимаешь. Что это, как бы, это великое растение, которое у нас, я не знаю, никогда, наверное, в Грузии, в Грузии уже легализовали, на Украине уже, хотя бы, легализовали. А люди не знают вообще, что в Древней Руси заболевания печени и почек лечили отваром молока именно конопли. И я думаю, что маняга именно так получилось, кто-то, наверное, один раз переборщил с дозой. Все зависит от дозировки. Ну да. Надо бы по фото нам поговорить, да. Думаю, с тобой все в политику уходим куда-то, накипело. Ну, просто хочется, понимаешь. Люди думают, что, там, если ты уехал в Америку, там, или еще куда-то, то ты, как бы, там, не патриот, ты, там, предатель. Ну, это глупо. И всегда говорят, а, вот, тебе не нравится в России, вали в Америку. Друзья, поверьте, многие бы свалили, но нахрена вы здесь, в Америке? Во-первых, я здесь живу уже шесть лет, я не могу легализоваться до сих пор, если кто-то думает, что это, как бы, большая сказка такая. Здесь очень сложно. Вот Таня Теджим с Димой, со своим мужем приезжали. Они тоже приезжали сюда с коронами на головах, думая, что они здесь, как бы, все и сразу, как сыр в масле. Но нет, нужно работать. Америка, как раз-таки, та страна, которая показывает, насколько вы жесткий человек, насколько вы можете, и что вы из себя представляете. Потому что все уезжают. Пример приведу, да, я уже говорил. Я как-то забыл заплатить за ФПЛ, ну, за электричество в Америке. Отправляю нахрен сразу. Сразу же, блядь. А это была пятница, плюс 35, блядь, было. Там я просто в шоке был. Миллионеры, и все, да. Да, поездельника не работает эта фигня, потому что я звонил, все, до свидания. И вот проучили, вот так это правильно. Я потом еще сказал. Конечно, конечно. И самый прикол еще, что ты опять платишь за подключение еще раз. То есть, помимо того, что тебе подключат, ты будешь платить 80-20. Мне нравятся, работают законы на всех. Ты миллионер. Нет, не важно, кто ты. Это очень важно. Ну, в охране, да. Там какой-то чувак киданул стакан в стриптизерскую. Он был миллионер. Да его выносили мы руками, вот так подняли. До свидания, вот так вынесли. А у нас же, да я сейчас позвоню, да я сейчас это. А у нас уволят еще и накажут эту девочку бедную, которую кинули. К сожалению, я не хочу прослыть русофобам или еще что-то. Но, к сожалению, я это вижу как бы и по себе на генетическом уровне. Нас так, царская Россия, правительство. Во-первых, Россия никогда русский не управлял. И воспитали реально. Говорят, вот у вас не было рабства, вот круто мы все отличаемся. Мы до сих пор живем в рабстве. Крепотное право хуже любого рабства. Колония великобритания. Да, нас воспитали такими терпилами. Понимаете, поэтому мне до сих пор пишут. Да что ты понимаешь, надо просто немножечко подождать. Вот это меня просто убивает. Вы до сих пор готовы ждать, друзья? Денег нет, а вы держитесь? В то время, когда бедное российское население за последние пять лет правления Володи потеряло 86% своих накоплений. А все его долларовые миллиардеры, олигархи, они все подняли свое состояние. И после этого вы еще ходите и как-то что-то где-то испытываете патриотические чувства по отношению к Володе. А может мне, знаешь, сегодня бухгалтер мне сказала, я ей просто высказал все, что я думаю, ну там, моменты, да, эти все. И она мне говорит, ну это, мы в такой стране живем, я говорю, стоп, вот из-за таких, как вы, мы и живем в говне. Потому что вы смирились с этим, вы не хотите исправляться. Вы, хотя бы ваш фитнес-центр, может быть каким-то золотым таким зерном, чтобы вот примером, вау, как круто, вот, за сплату всегда дают, какие директора классные выходят общаться. Я за полтора года работаю, один раз только собрание было там, понимаешь, они не спускаются, как говорится, общаться со своими, скажем так, рабами, да. А какой-то там чувак, завод у него там, никеля обрабатывающий, каждый четверг открытые двери в его офис, любой рабочий может прийти к ним поговорить. Потому что он соображает, что нужно знать, что у него происходит, какие-то там, может быть, кому-то что-то не нравится, исправлять это. А этим похер. Делаешь что, тренировок, молодец, не делаешь, долбоёк, все, понимаешь, и меня вот это выписало, что вот многие у нас в стране, они типа говорят, ну это же Россия, это забыл где-то. Так вот и завод этот появился, видишь, нас с тобой долбоёбами обозвали. Ну, может, так и есть. А какой-нибудь из деревни там, который не видел ничего дальше своего живота или там, не знаю, маленького... Не обязательно из деревни, какой-то псевдопатриот с пивом в жопе. У него в голове деревня, понимаешь, потому что он ничего не соображает, он ничего не понимает, он нас нужно только обосрать, все, понимаешь. А в диалог вступить, пап, он не сможет, вот и все. На что, что его хватило, это, конечно, долбоёб. Это чисто русский подход, обосрать. Нигде, как в России, столько хейтеров, я не видал комментариев в ютубе и все. А почему? Потому что нас так воспитывают, Джордж, потому что нехватка, нехватка. Чем русских это сдали, тем росло. Вот уж, извините меня, всегда было. Воруюсь, тогда хватит. Да. Мне очень понравилось, я недавно прочитал такой мем. В России оскорбляют чувства ворующих. Вообще, знаешь, вот просто. Реально. Ведь, посмотрите, к сожалению, мы вынуждены терпеть. Я это вижу там по своим родителям, по большинству населения. Мы считаем, и нас так действительно воспитали, что если мы будем что-то говорить, возмущаться, высказывать своё мнение, ни к чему хорошему это не приведёт. То есть ситуацию это как бы не изменит. А тебе это может быть там, при Сталине тебя там куда-нибудь сошлют. Сейчас там тебя закроют. Закроют, ну, очень много. Что? Итоги, да, вот так вот. Да, да. Да, так что такая печальная ситуация, друзья. Но нужно менять себя. Вот действительно, когда говорят, хочешь изменить мир, измени себя. Раньше я тоже этого не понимал. А сейчас действительно так в этом и есть. Когда говорят, что каждый народ достоин своего правителя, в этом тоже есть зерно. Но я тебе скажу, что мне кажется, вот, к сожалению, что вот в России уже ничего не изменится. Вот, блин, так вот меня это и гложет как раз. Я понимаю, что придётся уезжать по времени, да. Я понимаю, что там ближайшие лет пять. Я сделаю всё возможное, да. И, ну, не хочется мне быть вот здесь, потому что я понимаю, что я несчастлив среди вот этого общества ракообразных, да. Которые стоят раком и только ведут себя как бы было. Как можно жить в таком очке? Я не понимаю вообще. У меня брат, если сейчас услышит моё эти слова, он скажет, что я долбоёд полный. Да, да. Он мне сказали, что вообще ничего не делали лучше вообще. Так тоже, родители говорят всегда все, и брат. Вот ты уже в гулях поездил, потом всё там на Бензе, да. Какой-то, что-то как-то стрёмно потом. Вот так же и я. Пожил в обществе, где вроде всё по-человечески, да. Всё для людей. Ты чувствуешь, что всё вроде для людей. Сюда приезжаешь, да, и морозишь. Это вечно жопа везде. Идёшь в поликлинику, жопа. На работу, жопа. Ведь здесь всё не так, ну, не для людей. Всё через год, через задницу. Как так? Почему? К сожалению, вот человек пишет, что пока революции не будет, ничего не злить. Я тоже не за революцию, друзья. Потому что, ну, придёт на смену одному олигарху другой. Нет, здесь нужна революция в нашем сознании. В первую очередь. Чтобы если депутат давал обещания и стал на свой пост, забыл вообще об этом. Чтобы с него спрашивали. Чтобы не стеснялись задавать вопросы президенту. Чтобы сейчас СМИ были открытыми. Надо вернуть общественное достояние народу. Не может Газпром или там ещё что-то принадлежать частным лицам. Это абсурд просто. Абсурд выкинуть телевизору. Вот у всех. И не смотреть. Смотри, что из них есть. Сейчас ведь многие не смотрят телевизор, но они смотрят, как сказал Познер, мне очень понравилось. Сейчас большинство смотрят телевизор в Ютьюбе. И в этом тоже есть как бы доля истины зерно. Посмотрите, что в Ютьюбе смотрят. Всякий хайп, говно. Нормальные образовательные каналы, очень мало людей смотрят. И вот хотят запрещать Россию. А вот. Почему хотят запрещать интернет в России? А по той же простой причине, почему в Советском Союзе был железный занавес. По той простой причине, как Джордж пожил, увидел мир. И возвращаешься, ты понимаешь, что что-то, блядь, не то в моей стране. И если ты начнёшь об этом говорить, ты сразу становишься либо либералом, хотя это неплохое слово, почитайте, кто такие либералы. Либо ты становишься предателем, зали из России, либо тебя сейчас очень модно обвинят в чём угодно. И даже в том, что ты просто, к примеру, дебил, закроют тебя где-нибудь в дурках. Поэтому я понимаю твоего брата, своих родителей, когда они нам советуют не высказываться на такие темы. Но сложно, сложно молчать, когда ты видишь, понимаешь, как что. Но как это всё менять? Друзья, действительно, кроме как менять самих себя, начиная с себя, со своих детей, ну никак мы общество не изменим, к сожалению. Так, как видно, такая мощная страна. И ха! Хуже, чем в Димбабве мы живём, понимаешь? В Африке в некоторых городах круто. А ещё! Вот почему всегда, когда говорят, у нас хреново, говорят, а вот в Африке ещё хуже. Блядь, так а что вы сравниваете с тем, кто хуже? Равняйтесь на лучших, берите лучшее из лучших. Не надо смотреть, где хуже. Ну ладно, что, давайте, друзья, будем заканчивать. Уже пора есть. Как же про это летим, блядь! Такие сегодня вот получились эфиры, но я думаю, если получится это выложить на YouTube, это будет очень хайповое видео. Блядь, я боюсь, что за мной приедут тогда. Ты-то ладно, далеко. А что ты думаешь? Мне даже пытались писать, что за мной сюда приедут. Я говорю, ну, давайте, приезжайте. А что приехать-то, из-за чего приехать, интересно вот, да? А вы знаете, из-за того, что, оказывается, я ещё и банком там очень много должен денег. А, ну, смотри, сейчас есть два блога таких на YouTube. Один какой-то вдумчивый, что-то там уже там. Короче, он что делает? Он ездит в Америку, у него визы там, он постоянно ездит. Он там учился, чуть не вырос. И он снимает, мол, я типа вам присылал, он снимает, типа мифы раздумчивые об Америке. Мол, смотрите, какая... Вы все хотите сюда приехать жить, смотрите, какая... Смотри, ну, нужно понимать про этого человека. Я смотрел ролик, рассказали, кто этот человек. Во-первых, он пытается получить какой-то грант, может быть, от Путина, ну, делая такое говно про Америку, это раз. Это как бы, ну, неподтвержденный факт. Подтвержденные факты из него. Это больной человек, у него есть, как это у нас говорят, справка. А второе, этот человек занимается, основной его бизнес, он продает через интернет анальные пробки. Если кому-то нужны еще какие-то факты об этом человеке... А, поэтому я понял, что он такой кудрявый. Да. А по-моему, есть еще один кудрявый. Кудрявый, он реально грамотный, кто-то очень, вот, речь поставлена, очень так хорошо, что рассказывают, у него оборудование четкое. И вот он именно ездит в Америку, и это же, там, ну, в смысле вырос, именно. И вот, да, да. Это, вау, на фронтах сайтах, я знаю, там, какой-то вообще ебайкот. А этот конкретно такой выставил, и он очень четко рассказывает. И вот говорит, почему... Ты знаешь, я с ним половине согласен. Давай все-таки будем честны. В Америке не все так гладко, да? Да, естественно, конечно. Здесь очень сложно жить в России, легче в плане, можно там как-то не работать или что. Здесь нельзя. Ты так хочешь видеть свой оборот, да, вот сейчас у тебя. Тебе не позволят этого сделать. Ты не можешь выращивать огурцы, помидоры свои и кушать их. Вот у тебя, вот там, где ты сейчас живешь. Вот у тебя же там есть земля, да, вот быть я. И ты можешь по теории что-то посадить, но тебя потом сдадут просто. И есть у них такая хрень, что ты должен именно вот их покупать там в магазине. И ты знаешь, все мои знакомые, у кого есть дом, спокойненько себе, если им надо что-то выращивать. Но просто здесь нет смысла. Здесь настолько это дешево пойти купить в магазине, что большинство просто не парится. И люди рассказывают, еда в Америке говно. Ну, окей, как надо, блин, знать места, во-первых, я потому что там, ну, в определенных местах, кушал в определенных местах, покупал еду. Конечно. Слушай, а что за бред? Еды нет в Америке, что за хрень? В Америке очень много фастфуда, да. Но здесь также очень много хорошей, качественной еды. Да, бля, ты знаешь, что ты должен... И то, что им питаться, очень много веганской еды, да. Что-то вообще... Оху, ты за что-то знаешь. Кстати, один из российских выступающих бодибилдеров рассказал, и я с ним согласен. Он говорит, вот многие думают, почему именно вот там американцы еще таким качеством отличаются там. Да потому что, говорит, не только там. Фармакология, тренировки, говорит, это все примерно одинаково. А вот качество еды, говорит, в Америке, оно там на порядке выше. Это тоже, друзья, вот берите. А ты будешь еще? Поехал там седьмой месяц, да. Да, я видел, он где-то в Нью-Йорк-Про, да, или где? Не помню, я сразу... Не, это в другом месте. Я сразу сказал, что дай бог, где-то войдет, будет отлично. А все, сколько ты вылез, понимаешь, все, все, он сейчас там всех порвет. Я сразу увидел, человек недостушен, у человека конкретные дыры есть в теле, да. Как вот человек из мира валибюде, я это вижу. Ну, я реалист, я сказал, не так уводил, что отлично. Он стал седьмым, что я слип, и... Хотя молодец, там было... Он молодец. Кто сейчас ездит в Америку? Последний приезжал в Катеев. Ну, вот Мишина только и Кулаев. Блин, больше никто не ездит. Все сосредоточились на этих европейских... Мишина надо переезжать в Америку, и тогда она будет... Я тоже считаю, Мишина давно уже заслуживает, как минимум, года два быть лучшей. И я думаю, ей не дают только из-за того, что она не американка. Вот Гришина, да, стала мистер Олимпия. Да почему? Очень просто. Она американка, у нее это... Американ Питерен, эй! Да, да. Очень просто. Единственный, и это большое, как бы, такое исключение, потому что Дориан, он был еще другом, там, одного из функционеров Федерации бодибилдингов. Но вы поймите, посмотрите, нету ни одного мистера Олимпия или еще там чемпиона, который жил бы не в Штатах. И это объясняется с точки зрения бизнеса. Это сейчас хорошо есть YouTube, интернет, а раньше все только в журналах читали. И поэтому чемпион, не американец, он в плане бизнеса вообще не выгоден. Ты не можешь... Да нельзя каждый день снимать, делать с тобой семинары. Нахрена ты нужен там с Мухосранска какой-то мистер Олимпия, чтобы тебя видели раз в год. Это никому не интересно. Как бизнес. Ну, это в плане арморестлинга, вот его никак ты не подкупишь, да? Там лимиты сильнее, либо слабее. Реально, приехал наш Руслан Бабаев, есть такой мандократный чемпион мира из Украины. Он приехал, порвал там Крисчендера, ты знаешь, да? Крисчендер. Да. Вот, он Крисчендер просто вот так убрал, а он в 10-95, а Крисчендер там, в 12. Вот, он порвал все, забрал все деньги там, да. Я к тому, что уровень арморестлинга в Америке, ну, такой, плавающий, да? Если приедут, грубо говоря, 20 наших ребят и против 20 американцев, я думаю, они их разведут. Так, а почему так? Потому что в Америке арморестлинг, в основном, это даже не спорт. Они тренируются, друзья, не угадаете, в пивных барах. Пьют пиво и тренируются. Таких вот, как наши там, их очень мало. Есть такие люди, которые, но они единицы. А основная масса тренируется в барах. Не, я знаю одного миллиардера, он живет в Майами. Мы у него вот с Андреем Лопушанским тренировались. И у него прямо дома стоит стол, этот блок. И вот он, каждые там выходные. Выходные мы приезжали и боролись. И этот миллионер, понимаешь, миллиардер. Это его хобби, кайф. И очень многие люди, а другой миллионер, тоже миллиардер, в Техасе, но у него тоже тренировались. У него там пиздец, кубков я тренял мужику под 60 лет. Он до сих пор борется. Просто в кайф. А у нас как? Брай, тебе три строки, а ты этих ху** не занимаешься. Иди работай, там, ну какой тренер, знаешь, ты что-то делаешь, братуха, не надо это, знаешь. Ты у нас не интеллект другой людей, понимаешь? Если тебе уже за 40, а ты все еще в спорте, ты что-то за неудачник какой-то. Бабок не заработаешь, что-то ты вообще на тачке не крутой ездишь, вообще лох. У нас же сейчас не эта тачка, ну, я не знаю, одежда, тачка до сих пор в России-то есть. Меня это удивило, потому что я привык в Америке, что миллионер идет в захватых шорках. Ну, грубо говоря, он не выпендривает вот этим, не выпрячивает твою, свои миллионы. А в России не так, у нас там все вот на понтах, надо вот это вот все показать. И эта печаль, это вот все как живут. Вот сейчас я вот живу, вот сейчас в окно смотрю, ужас какой. Я бы хотел видеть другое совсем. Вот эти дворы, эти люди стекают. И там вот идиоток сидит, никто не сдал, а вы все на улице, блядь, так в Америке. Да, да, покажи мне это, убери меня. Сейчас я тебе покажу, блядь. Подожди. Готов? Давай. Пия. Давай, приходи. Ба, вообще... Это сапога. Курбонистический строй, блядь. Это знаешь, что мне напоминает? Это мне напоминает курятники. Фу-фу-фу, это кувак. Сапога, такой кувак. Я вообще не понимаю, что они столько места, блядь, по настрою вот эти, знаешь, и муравейники. Сейчас вот в второй, по моему району, и сюда. Доделяются, и там не поедешь, там скоро не поедешь. Вообще, я в шоку просто. Как? Спрашивают, что за город ты показываешь? Удиви всех. Культура стоит. Да. Да, да. Ну ладно, друзья, давайте... Затянулось, я уже есть хочу полчаса. Я думаю, что сегодня большинству, наоборот, понравился этот эфир. Друзья, напишите в комментариях, поставьте плюс или минус. И интересно будет узнать ваше мнение о таких вот эфирах. Большинство людей любит, когда, знаешь, человек просто искренне выражает свои мысли, эмоции. Меня часто об этом просят. Поэтому я думаю, что большинству, наверное, наоборот, понравился этот эфир. Когда я снялся для Generation Island в комментариях многие писатели, что хотим услышать про жизнь в Америке и что отличается в Америке и России. В принципе, мы это и сделаем. Ну, если понравилось людям, значит, так и будем делать. Тем более, что мы не заинтересованы там где-то что-то приукрашивать Америку или принижать Россию. Мы все равно продолжаем считать себя русскими людьми. И где бы мы ни жили, это не изменить. Уже из нашей крови, из костного мозга просто это не убрать. Мы любим нашу страну, любим людей. Мы не поддерживаем ту государственность, которая сейчас есть. Это да. И то, к чему ведет Володя Россию к новой Северной Корее, как бы, вот это печально, конечно. Так что, друзья, будьте на позитиве, пишите ваши вопросы. Мы на все обязательно ответим. Всем пока. Пока, Джордж. Давай. Еще. До связи.